Всем привет! Меня зовут Соня Друзина и это первый летний выпуск 200. В нем мы расскажем вам о том, как беречь окружающую среду, чем можно заняться летом, чтобы оно запомнилось, и кого нужно поздравить с его международным днем. Ура! Наконец-то началось лето! Впереди целая маленькая жизнь, состоящая из счастья, веселья, свободы. Ира, и множество приключений. Чем же можно заняться летом? Это мы уже придумали за вас. Наконец-то наступило лето. Позади тяжелый учебный год. Многим хочется, чтобы это лето запомнилось чем-то необычным, а иногда даже безумным. И именно для вас, моей неординарной личности, топ-5 самых безумных идей того, что можно сделать летом. И на пятом месте у нас косплей. Вы знаете, что такое косплей? Нет? Сейчас расскажу. Косплей – это когда ты переодеваешь любимого персонажа, наносишь грим, перенимаешь его характер, ведешь себя так же, как он. Можно собраться с друзьями за косплей с любимых персонажей и устроить вечеринку. Или же просто пойти погулять, чтобы все на вас смотрели и падали в обморок. И на четвертом месте у нас еще одна безумная идея – накупить огромную тележку вкусняшек. Не знаю, как вы, а я все детство мечтала зайти в магазин, взять большую тележку и загребать в нее все – конфетки, шоколадки, чипсы, соки, газировку. Исполнить детскую мечту можно как раз на каникулах. А потом собраться в больших компаниях и истребить все сладкие запасы за каким-нибудь интересным фильмом. Летом нужно обязательно встретить рассвет. Знаете, такое сказочное зрелище, когда с первыми лучами солнца просыпается и город. Смотреть на него нужно с высоты птичьего полета. Для этого нужно забраться на крышу какого-нибудь здания. Нужно сначала проводить закат, потом гулять всю ночь и, наконец, увидеть это сказочное зрелище – рассвет. Но нужно взять с собой кого-нибудь из взрослых, потому что, знаете, гулять ночью одному как-то, ну, не очень. На втором месте довольно странная идея – зайти летом в школу. Вы когда-нибудь спробуете это сделать? В школе никого. Можно делать все, что нельзя делать в учебное время. Бегать по коридорам, качать в библиотеке, пинать в волейбольный мяч, изображать директора, завуча, учителя, рисовать на доске или на всех досках сразу. И, наконец, вершина нашего топа – это необычная ночевка. Летом можно все, даже ночевать с друзьями где угодно. Можно устроить уютный шалаш в шкафу или же под столом на террасе. А можно не заморачиваться и поставить палатку прямо во дворе и жить там с друзьями хоть все три месяца. Лето – это маленькая жизнь. Так давайте проживем эту жизнь ярко и так, чтобы это точно заполнилось надолго. Чтобы не откладывать веселье надолго, пойдемте уже завтра на самый громкий и вкусный фестиваль этого города – фестиваль еды и музыки «Бульвар». Он будет проходить 5 июня на улице Ленина, рядом с музеем фотографии. Там будет самая вкусная уличная еда, самые известные музыкальные ульяновские группы, самые прикольные фотозоны и развлечения для детей. Нельзя быть в Ульяновске и не побывать на бульваре в это воскресенье. Веселье – это, конечно, хорошо, но не стоит забывать про некоторые важные вещи, например, про окружающую среду. Ее надо беречь, о ней надо заботиться. И кто, если не мы, будет это делать? Всемирный день окружающей среды – это событие, важное как для каждого человека, так и для всего мира. Ежегодно он празднуется 5 июня. Этот день нужен для того, чтобы заставить нас задуматься о том, почему нужно охранять природу и что мы можем сделать для окружающей среды. Первое и самое простое, что вы можете делать – это не сорить и не разбрасывать мусор. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Хотя там, где убирают, конечно, тоже. Представьте себе, что вот эта будка от пола до потолка забита мусором. Представили? Вот примерно столько мусора за один год производит каждый человек. Из-за небрежности, неаккуратности и лени людей этот мусор очень быстро накапливается, портя красоту природы. Помощь окружающей среде можно участвовать в субботниках, собирая мусор в парках, в лесу и на пляжах. Собрали мусор, теперь его нужно рассортировать. Бумага к бумаге, пластик к пластику, а пищевые отходы к пищевым отходам. У сортировки мусора сразу много плюсов. Во-первых, рассортированные отходы не отправятся на свалку и не будут отравлять природу. Во-вторых, их можно переработать и использовать еще раз. В-третьих, так экономятся природные богатства. Не вырубается лес, не добываются полезные скопаемые. В общем, одна сплошная польза. Хотите помочь природе? Займитесь ее озеленением. Нет-нет, я не об этом. Нужно высаживать цветы, кустарники и деревья. Из-за большой вырубки лесов на стройматериалы количество деревьев все уменьшается и уменьшается. И земля становится лысой, и кислорода в атмосфере меньше. В наших силах это изменить. Если каждый из нас посадит всего одно растение, представляете, как изменится мир вокруг? Животные – это тоже часть окружающей среды. Ежегодных остребляют для одежды, еды и ради трофеев. Есть организации, которые защищают таких животных. Можно стать их волонтерами. А еще можно помочь бродячим животным. Только не просто покормить их или поиграть с ними, но лучше сообщить взрослым и отправить их в специальные приюты. Там им помогут, сделают нужные прививки и найдут хозяев. Смотрите, какой классный шоппер. Сейчас они в моде. И это здорово, ведь это тоже про охрану окружающей среды. 40 лет назад в магазинах начали использовать пластиковые пакеты. За это время их стало так много, что они засорили города и океаны. Пакеты забивают канализации и вызывают наводнение, засоряют окружающую среду и убивают диких животных. Пластиковые пакеты хватит всего на один раз. А вот с таким шоппером можно ходить долго. И вредать к нему никакого не будет. Вот видите, заботиться об окружающем мире не так уж и сложно. Все в наших руках. Сегодня день родителей. Скорее бегите крепко-крепко обнимать своих мам, пап, бабушек и дедушек. Кстати, вы когда-нибудь задумывались о том, кто такие родители и зачем они нужны? И что было бы, если бы у нас их не было? Об этом в нашем опросе. Родители создают ребенок. Вот у кого-то день рождения было, потом исполнится кому-то 15 лет, тогда и будет с родителями. Когда человек рождается большим, он идет в другой дом и рождает детей. Мама родила бабушка-сина. Потом бабушка-сина родила папу. Потом родилась я. Чтобы родить детей, помогать детям. Чтобы воспитывать детей. Потому что она не остается на мой ребенок. У мамы вот такие две звуки. Она всегда голодная утром. С нами бабушки проводят время. Они родители. Я люблю папу и маму. А я люблю папу и маму. Ну, потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Все вот так работает. Летом у нас куча свободного времени. И надо бы чем-то себя занять. Например, научиться делать мультики. Посмотрите, что получилось у наших ребят. Ура! Наконец-то изобрели игрушка-делку. Она умеет делать игрушки. Для этого надо в воронку наложить, перерабатываемые отходы. В отверстие сбоку положить листок с изображением игрушки, которую хочет получить ребенок. Это может быть рисунок, картинка, фотография. Главное, чтобы было сделано с душой. Потом надо нажать на зеленую кнопку и минуту спустя игрушка выскочит из отверстия спереди игрушка-делки. Теперь каждый ребенок может получить игрушку, о которой он давно мечтал. Тр-тр-тур... Тр-тар-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. О, нет! Пропало мое лучшее изобретение! Игрушка-делка! Привет, меня зовут Маша Я знаю, ты хочешь путешествовать Может быть, тебя сначала отремонтировать А потом ты поедешь Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр После этого игрушка-денка Поехала по миру радовать детей С желанными игрушками Игрушка-делка Это, конечно, хорошо, но некоторым она совсем не нужна Кстати, у нас для вас есть еще одна новость Сегодня и завтра Во Дворце Книги проходит выставка игрушек Которых сделали мастера-кукольники Из самых разных городов На выставке будут куклы, машинки И кое-что совсем необычное Организаторы готовят нам сюрприз Тем, кому наскучит играть в игрушки Сможет поиграть в дворовые игры Надо, кстати, вспомнить Думаю, летом пригодится И на этом сегодня все Надеюсь, вам понравился наш выпуск Увидимся через две недели Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok